Добрый вечер! Спасибо, что вы пришли меня послушать. Я хочу представить доклад, который, на самом-то деле, я представляю впервые, потому что только сейчас разрешили об этом говорить. Вот. И это результат довольно большого труда. Здесь на первом слайде вы видите только мою фамилию. Это потому что я докладчик. На самом деле, это большой труд, который был сделан целой командой из Московского университета, и вы поймете, почему это важно. Ну, а полный список увидите в конце презентации, я об этом поговорю. Вот, собственно говоря, на Ямале был обнаружен удивительный кратер. Я попробую в него попасть. Вот он, так. Вот он здесь. Удивительная яма, которая на совершенно практически ровной тундре образовалась странная полость, окруженная валом. И это произошло всего лишь в 30 километрах от газового месторождения Баваненково. И рядом, буквально в трех километрах, проходит магистральный газопровод с этого месторождения. Поэтому, конечно, обнаружение такого объекта сразу напрягло добывающую компанию, и поэтому были выделены средства для того, чтобы изучить этот объект. Ну, и, собственно говоря, вот наша работа проводилась под эгидой Фонда национального интеллектуального развития при финансовой поддержке Новотека. И команда из Московского университета оказалась способна собрать целый комплекс специалистов, потому что университет подразумевает, что здесь есть самые разные специалисты. И у нас оказались не только геокриологи, но и геохимики. Сам я совершенно ничего не знаю про геокриологические процессы. И вообще-то моя такая базовая специальность скорее относится к нормальным вулканам, к тем объектам, где действующей силой является сила расширяющегося газа. Это современные гидротермальные системы, связанные с вулканами. Но я совершенно случайно оказался в этой команде, потому что мне стало тоже чрезвычайно интересно, как же получилось подобного рода образование. Ну и, собственно говоря, благодаря финансовой поддержке нам удалось провести большую работу, которая включала в себя и бурение вокруг этой ямы. Ну, собственно говоря, вот такой замечательный кратер. Смотрите на вот эту картинку, сделанную с вертолета. Его расположение на полуострове Ямал вот показано на этой врезке. Кратер был обнаружен летом 2014 года. И мы, конечно, были не первыми, кто оказался, кто изучал этот кратер. До этого были очень сильные команды из Сибири. И они там, в общем, сделали необходимую работу, которая явилась базой и для нас. И мы получили возможность изучать этот кратер уже год спустя, в 2015 году. Вот дата здесь указана. При этом кратер представляет из себя такую воронку, которая по форме почти вертикальная. И здесь показано, что она постепенно заполнялась водой. Вот первое посещение зафиксировало уровень воды. По-моему, там воды даже не было на дне. Вот уровень на глубине почти 50 метров. Диаметр около 20-24 метра в диаметре. Она абсолютно правильная по форме круг. Вокруг окружена... Да, в верхней части присутствует расширение типа воронки. И окружена эта яма валом выброшенных пород. Ну и как это объяснить? Как объяснить образование подобного рода объекта 50 метров глубины? Это вам не шутки. И как-то сразу подумалось о том, что вот снизу вылезали глыбы промороженной породы. И, естественно, откуда взять такую силу, чтобы вытолкать подобного рода вещество из недр промерзшей криолитозоны. Ну и поэтому мы проводили разнообразие. Значит, сами стенки кратера сложены ледогрунтом. Это смесь льда и грунта. Я чуть позже покажу. Вот есть такие замечательные полосы. Это жильный лед. А вокруг выброшенное вещество, которое слагало кратер. Ну, естественно, что в нем уже лед растаял. И оно представляет из себя супесь практически чистую, без льда. Ну и постепенно, видите, идет оттайка. Стекают мутные воды из верхней части в кратер. И пока мы там были, то уровень прибавился на, по-моему, два метра. То есть воронка очень быстро заполнялась водой. И к концу этого года, 15-го, она полностью заполнилась и превратилась в круглое озеро. При этом края потаяли, и вал провалился внутрь. И, соответственно, она прекратила свое существование, как такой красивый объект, и превратилась в обычное круглое озеро, которых вокруг тысячи и тысячи. Ну, соответственно, как же, какая сила может образовать подобного рода объект? Было предложено много гипотез, и мы изначально ни от каких гипотез не отказывались. Все идеи обсуждались и принимались. Ну, соответственно, возможно, несколько подходов. Это внешнее воздействие, то есть метеорит упал, какой-нибудь луч из космоса прилетел и прожег подобного рода дыру. Глубинные факторы, среди которых может быть прорыв газа из месторождения, что больше всего напрягало тех заказчиков, которые оплачивали эту работу, потому что, ну, не дай бог, такое случится с месторождением. Криофакторы, то есть промерзание, об этом мы еще поговорим, это еще одна группа. Но, честно говоря, когда мы туда ехали, я думал, что во всем виноваты газовые гидраты, которые есть примерно газовые гидраты метана, устойчивые примерно на этом горизонте, на глубине метров 50, но они там термодинамически устойчивые, и чтобы они разложились, надо на них как-то воздействовать. Ну, и я думал, что таким агентом, который разлагает эти газовые гидраты, является рассол. А вы понимаете, что при промерзании морской воды образуются довольно крепкие рассолы. Эти рассолы уменьшают стабильность газовых гидратов, если они с ними взаимодействуют, может возникнуть теоретически необходимое давление. Но никаких рассолов, поэтому прежде всего я начал с измерения солености, никаких рассолов обнаружить не удалось. Ну, собственно говоря, что же было до этого на месте подобной воронки? Ну, собственно говоря, сейчас есть спутниковые снимки, и вот мы видим, что еще, соответственно, в 2013 году на месте вот этой воронки, это 2014 год, на месте этой воронки, мы, кстати, точно не знаем, когда произошел взрыв, так это и не выяснилось, но вот на эту дату воронка уже существует, видите, и явно выброшенный грунт лежит на останцах снега. А что было до того? Это был бугорпучение. Бугорпучение – это структура, которая образуется благодаря тому, что вода при замерзании увеличивает объем. Ну, все вы прекрасно знаете, что если налить в бутылку стеклянную воды и заморозить ее, то бутылку разорвет. И эта энергия, заключающаяся в фазовом переходе воды, она приводит к очень большому росту давления и, в общем-то, является главной движущей силой в криолитозоне, в криологических процессах. На самом-то деле, вот, для меня было чрезвычайно важно узнать, я никогда с этим не сталкивался, что криолитозона – чрезвычайно подвижная среда. И особенности того, как происходит движение в этой зоне, определяются, на самом деле, существенно мелкими факторами. Но вы понимаете, почему подвижность такой среды возникает. Потому что у нас каждый год верхний слой оттаивает и потом зимой снова промерзает. И таким образом этот процесс идет циклично. И от чего зависит глубина оттаивания и глубина промерзания? От самых, казалось бы, мелких, незначительных факторов. Какая растительность? Какой рельеф? Там, где больше снега, там зимой меньше промерзает. Там, где мох, высокая трава, там солнечная инсоляция не достигает грунта. И там, соответственно, меньше оттайка. И вот такие, казалось бы, мелкие подробности, хорошо известные геокреологам. Они в этом прекрасно ориентируются. Это для меня было неким удивлением узнать, что такие пустяки определяют рельеф. Ну и важной особенностью этого рельефа являются озера. Вы понимаете, что если озеро не промерзает, на дне у него сохраняется нулевая температура. И, соответственно, под озером образуется талая зона, талик. Под озером образуется талая зона. И озера работают как такие грелки. Они не дают температуре на дне, ну, естественно, если глубина озера больше, чем глубина сплошного промерзания, не дают перейти через ноль. Поэтому под озерами образуются талые зоны. И, в общем, под каждым большим озером есть большая талая зона. Ну, здесь показана эволюция озера, которое находится рядом с этой самой, с этой воронкой. Так. Ну и, собственно говоря, так. Ага. Сейчас. Эволюция. Вот бугор-пучение, которое здесь растет. А это самые старые еще аэрофотоснимки. Это 60-е годы. И здесь видно, что бугор-то совсем маленький в это время. Вот из-за этого времени бугор вырос. И, соответственно, взорвался на наших глазах. По всей видимости, вот это озеро, вот это вот озеро, тоже такой же объект. Потому что, смотрите, вот у него вал. Вот озеро. Ну и вот наш объект превратился в подобную структуру сегодня. Там только вала не видно. То есть, это озеро могло быть аналогом нашего кратера, но которое случилось очень давно. Больше полувека назад. На дне, в стенках кратера видны льдистые породы, что подтверждает происхождение этого буго-пучения, но и соответствующего кратера, за счет промерзания толщи с очень большим содержанием воды. И, собственно говоря, вот эта вода оказалась хитрым образом выжата в эту структуру. Ну, конечно, геокреологи с большим удовольствием производили свои наблюдения ландшафтной местности. Вот тундра. Вот как раз, видите, тундра. Вот весь кратер. А это, ну, в общем, такая малопересеченная местность. Представляющая собой старую озерную котловину. Вот это борта этой котловины. А в эту сторону направлена полоса стока. И в эту сторону это озеро спустило. Образовался ручей и овраг. И вот именно к этой озерной котловине приурочен наш кратер. Ну, соответственно, здесь довольно много слов, которые очень любят геокреологи, потому что для них чрезвычайно важно температурный режим той зоны вечной мерзлоты. Они не любят вечная мерзлота. Не вечная мерзлота, а криосфера земли, которая непрерывно живая. И, соответственно, вот полоса стока, где растет ива. Ива собирает снег. И, соответственно, здесь грунты более теплые, а наверху они более холодные. Это все очень интересно. Но я в этом плохо разбираюсь. Ну и таким образом, что важно, что кратер образовался на месте бугра Пучения, связанного с озерной котловиной. Вот на карте хорошо видно по изолениям эту котловину. Вот это было озеро. Оно шло вот таким образом, включая себе вот это старое озеро, вот это Хацерей. И вот в южной части, уже практически на выходе, здесь ручей промыл русло этого озера, образовался еще один кратер. По всей видимости, не единственный. Геокрилогическая карта, где разным цветом показаны температуры грунтов. И чем они такие суровее, сиреневее, там синее, тем ниже. А здесь более теплая часть. Ну и, собственно говоря, важным делом было бурение. Бурение льда – это очень увлекательное занятие. Но у нас была хорошая команда буровиков, которые доставали вот такой ледяной керн, представляющий собой ледогрунт с разным содержанием льда. И моя задача была отбирать этот лед, изучать, ну, потом из этих проб получать содержание разных элементов отдельно в талой воде, отдельно в минеральных компонентах из этого грунта. Ну и, конечно, вот мы, что работы велись вот к такому профилю. Вот профиль через воронку. Даже одна скважина была прям в нескольких буквально метрах, насколько это было возможно, от края воронки. Ну и, собственно говоря, вот здесь точки, по которым мы бурили, были нанесены на тот самый бугорпучение, который здесь был. Ну и теперь, значит, да, по результатам этого бурения был построен геокреологический разрез, и вот здесь в середке такая часть выделена, как весьма льдистое тело, где повышенное содержание льда в этом грунте. Ну, что означает, что в эту зону происходило отжимание воды при промерзании грунтов, так называемый инъекционный лед, который мы еще увидим. Ну и, соответственно, клеогенное строение. Клеологи в нашей команде с энтузиазмом описывали структурные и текстурные особенности. Я в них тоже плохо понимаю, поэтому просто полюбуйтесь на те картины, которые возникают при промерзании водонасыщенных грунтов, кристаллизующаяся сила льда выталкивает частички грунта в разные стороны, образуются всевозможные прожилки. Но я боюсь неправильно сказать, как это текстура называется, так и не выучил уроков. Ну вот, смотрите, жилы льда, которые возникают из-за того, что лед не хочет захватывать частички грунта и образуют собственные структуры. Чем ближе мы подходим к кратеру, тем больше появляется льда, и здесь возникает уже ледогрунт, когда есть частички грунта, вот эти такие частички грунта взвешены в общем льду. Там были жилы льда в грунте, а здесь частички грунта взвешены в ледяной массе. Ну и наконец, так, здесь плохо видно, сама зона, здесь совсем много грунта, это на берегу того озера, самая дальняя скважина, вот эти структуры или текстуры, они характерны для промерзания вот этих подозерных таликов или таликов талых зон, где много воды и относительно мало грунта. Конечно, все это очень красиво и прекрасно эти структуры, образующиеся при промерзании, ага, вот еще так, это шестая, и седьмая в самом борту, смотрите, как красиво, это сплошной лед, вот он как раз тот, который виден в разрезе этого кратера. конечно, меня очень интересовал состав этого льда, и здесь несколько типов, явно видно прозрачный, более темные полосы, причем с вертикальной слоистостью, видите, скважина прошла, а слоистость идет прямо вертикально вверх, это показывает о том, что лед выпирал, а лед при относительно близких к нулю температурах очень текучее вещество, как ледники текут, так и здесь, глубинное давление выдавливает лед, образуя вертикальные слои, но что интересно, в этом льду огромное количество пузырьков, огромное количество пузырей, вот образец, видите, тут видны невооруженным глазом пузыри, и газосодержание в этом льду чрезвычайно высокое, если кинуть его в воду, он прям шипит, потому что газ там находится под давлением, и довольно забавно, при вытаивании он выходит, ну и, собственно говоря, нас и заинтересовал состав этого газа, отбирали соответствующий газ, в этом газе присутствуют ну воздушные газы, в том числе захваченные при пробоотборе, без этого трудно обойтись, много метана, водорода, ну и, собственно говоря, присутствует небольшое количество тяжелых углеводородов, ну как определить происхождение метана, вообще говоря, там вокруг болотах тоже довольно много выходит метана, это метан болотный, а он получается в результате биологической деструкции органического вещества по действиям бактерий, метаногенов, ну и, собственно говоря, вот основные реакции образования биогенного метана, и он характеризуется тем, что бактериям для жизни проще использовать легкие изотопы углерода, поэтому у него изотопный состав очень легкий и отличается от изотопного состава тех газов, которые есть в месторождении, он практически чистый биогенный метан, ну, соответственно, вы видите газонасыщенность, и на самом-то деле метан концентрируется, значит, это углекислый газ, а вот метан, и вот что интересно, что вблизи ямы метана меньше, углекислого газа больше при тех же самых газосодержаниях, что говорит о распределении газов при промерзании такого-то лека. Ну, можно посмотреть и на состав углеводородных газов, которые все были определены, и они вполне соответствуют тем продуктам, которые получаются в результате биологического преобразования высшей растительности. Ничего сверхъестественного, то же самое, что болотный газ. Химический состав льда, вернее, талой воды из этого льда, и здесь талый лед, а здесь минеральная часть породы. И вот вы видите удивительно ясную картину. Посмотрите, эти две картинки, они как негатив-позитив. В минеральной части, вот в этой зоне, которая относится к талой, ну, подозерному талейку, мало элементов, скажем, это органический углерод, это железо, это полмалюминий, зато много кальция, и мало других элементов, которые обычно концентрируются в минеральной фазе. Они все перешли в лед. И здесь огромные, высокие содержания органического углерода. Вообще говоря, талая вода напоминает чай по цвету и содержит до 3 грамм органического углерода. Примерно как, даже нет, кокакола, конечно, покруче. Ну, вот, примерно такого порядка. И вот эта органика, она растворила все элементы и перевела их раствор, условно говоря. То есть это очень забавный процесс, который недоизучен, что же происходит в таких таликах с химическими элементами. Но зато мы хорошо видим эту картину, которая позволяет нам различить точки, которые относятся к ледогрунту, они совершенно другой химии, и мерзлые породы вокруг этой озерной котловины. Ну, и таким образом мы можем понять, где у нас границы наших зон, и представить себе модель, как образовался этот самый подозерный талик. То есть в этой озерной котловине было термокарстовое озеро, относительно небольшое по сравнению с другими ямальскими озерами, а потом случился эффект промыла, овраг, и озеро начало осушаться, его зеркало сокращается, соответственно, началось промерзание подозерного талека, и в какой-то момент он стал замкнутым, и в результате в нем стало накапливаться давление, которое определялось в том числе и газом, но и фазовым переходом. то есть лед занимает больше объем, чем жидкая фаза, поэтому сверху растет бугорпучение. Это обычная картина, которая наблюдается при осушении озер, образуется тоже бугорпучение, они даже весьма часто, практически всегда трескаются, но такого взрыва не происходит. Почему здесь произошел взрыв? Ну, вот наше объяснение, потому что здесь много газа, много газа, который и обеспечил любопытный эффект. Ну, модель посчитали, в этой модели получается при всех, эта модель обычная тепловая модель, вот здесь расчеты, голубеньким показаны мерзлые породы, а желтеньким талые породы. Это вполне такая количественная модель, и вот она в одну сторону, как бы очень симметричная. Вот форма остаточного талека. Она всегда получается в виде трубы. Это понятно. По тепловой задаче, как бы мы не морозили, у нас остаточная форма талека будет велетенообразная. Это вы легко можете сделать, если проморозить вот такую обычную бутылку. Вы увидите, там в середине будет велетено из пузырьков газа. Это последний раствор. Ну и, соответственно, удалось понять времена. То есть, это времена промерзания талека порядка нескольких тысяч лет. Ну и промерзание на заключительной стадии оно очень быстрое. Собственно говоря, вопрос. Получается, что остаточная камера повторяет внутреннюю часть нашего кратера, но сверху была крышка, ну и, собственно, какое же давление могло быть в этом вдалеке. И вот здесь, значит, я, как физхимик, конечно, посмотрел на диаграмму вода, углекислота, увидел здесь нон-вариантную точку, параметры этой точки примерно 10 атмосфер минус 1,4 градуса, и в этой точке существует между собой жидкая вода, насыщенная углекислотой, примерно 7%, это круче, чем в газировке, газовая фаза, преимущественно из углекислоты, лед, почти чистая вода, и газовый гидрат углекислоты. И, соответственно, попав вот в эту точку, мы не можем выйти из нее, не потеряв одной из фаз. Либо мы должны убрать газ, он весь перейдет в газовый гидрат, и тогда можем двинуться по соответствующей линии, либо мы должны убрать лед, ну и так далее. То есть получается, что в тех фазовых ограничениях вышить давление не получим. И геокреологи считали задачу с другой стороны, они считали, какое усилие нужно приложить на такую крышку, чтобы ее сорвать. И тоже получилось решение простой физической задачи, что в зависимости от сценария 9 или 12 атмосфер. Вот оно давление, которое было в этой камере. Ну а дальше становится понятно, каким образом происходит, какие стадии происходит этот процесс. Нам же нужно что объяснить? Значит, велетенообразную цилиндрическую форму мы объяснили остаточным толиком, но он заполнен газом, жидкой водой и грунтом. В грунте как раз и есть газовые гидраты углекислоты, они на дне образуются этого водоема. Значит, нам нужно объяснить, почему образуется такой концентрический вал, как эту крышку удалить. Ну здесь решение в общем довольно простое. Вот они стадии того, что мы назвали криовулканизмом, потому что одну стадию, как в одну стадию еще нельзя назвать криовулканизмом, а вот когда несколько стадий, то тогда да. И вот, собственно говоря, для начала мы имеем остаточный талик, в котором есть внизу грунт с газовыми гидратами углекислоты, и затем раствор углекислоты 7%, углекислоты примерно растворено в этой воде, и сверху газовая фаза, ну там может быть, конечно, это не чистая углекислота, скорее всего, там есть еще и метан, но в любом случае у нас происходит сжатие, но давление не растет сильно. Почему же может сорвать такую крышку? А это будет зависеть от того, когда это произошло. Если это произошло в конце лета, то это означает, что крышка потеряла прочность из-за оттайки, а если в начале теплого сезона, это значит морозобойные трещины, и скорее всего морозобойные трещины послужили триггером, который сорвал крышку. По трещинам на первой стадии, тут есть атмосфера углекислоты, температура минус 1,4 градуса. Ударили струю углекислоты, валил сухой лед, дроссельный эффект, должен был падать сухой лед. Камни полетели в разные стороны, на 300 метров примерно зафиксированы разлет обломков, но хорошая пушка дает такой эффект. Но этот процесс длился очень недолго, и это процесс, который я назвал пневматической стадии. Пневматическая, потому что главная действующая сила здесь газ, но газ не может выкинуть крышку. Крышка слишком тяжелая. Как сорвать крышку? Как образовать, скинуть верхнюю часть системы? А здесь вторая стадия. Вторая стадия это вода начинает кипеть. Ну, естественно, не кипеть, а дегазировать углекислота, потому что давление упало. Образуется эффект шампанского. Он написан. В природе довольно частое явление. В Африке так случилось, что там в озере вскипела углекислота, и там газ затравили довольно большое количество людей, которые жили вокруг вулкана. Ну, вот здесь эффект по понятным причинам из-за сброса давления и получившаяся вода, вскипевшая, вот она уже легко снесет крышку, стоящую примерно из льда. Но крышку снесет, и вот они, куски крышки лежат, никакого круглого вала не образуется. Тут следующий эффект. А дальше начинают разлагаться газовые гидраты углекислоты, которые неизбежно находятся в грунте, и грунт начинает вылезать такими порциями по трубе, и образует уже вал, а кратер опустошается. Этот процесс подъема грунта из кратера по всей видимости занимает довольно длительное время, потому что газовые гидраты, они разлагаются медленно. Но тем не менее, именно это обеспечивает окончательный результат образования подобного кратера. Ну и поэтому мне показалось, что кривовулканизм оправданно использовать для такого многостадийного процесса, ну а кроме того, это связывает процессы, происходящие в нашей криолитозоне с другими небесными телами, потому что кривовулканизм был впервые описан для Энцелада, спутника Сатурна, где в результате, ну по всей видимости, приливных сил происходит какой-то источник тепла, до сих пор не очень ясно, но скорее всего это приливные силы, и образуются струи воды, устремленные в космос. Вот они в настоящем виде, ну а так это представляют себе на картинке. менее доказаны кривовулканизм на других небесных телах, ну на Европе, где ледяной океан, возможно еще на нескольких объектах, но не так красиво, как на Энцеладе. И конечно в этом отношении всегда рассматривалось, что для того, чтобы такая струя ударила, нужно внизу подогреть. А вот мы видим, что не только можно подогреть, а можно сначала подогреть, а потом проморозить. И тоже получится неплохо. Это довольно интересный результат, который можно использовать для объяснения таких же процессов за пределами Земли. Ну и собственно говоря, вот если мы летим над тундрой, на вертолете, то мы видим огромное количество бугров пучения, вот один, вот второй, огромное количество озер, множество процессов. Далеко не все бугры пучения взорвутся, некоторые просто треснут и не будут участвовать во всех этих стадиях. За то время, пока был обнаружен этот кратер, описано еще пять или шесть подобных объектов. Ну а почему, вот главный вопрос встает, почему вдруг стали эти кратеры образовываться? Всегда спрашивают. И это вопрос принципиальный и очень важный. Что это глобальное потепление или же это какая альтернатива? Глобальное потепление у нас меняется климат в результате антропогенного воздействия и Арктика взрывает мир. Если бы мы так написали, конечно, мы бы еще опубликовались. Нет, все-таки наши дискуссии по этому поводу привели к тому, что скорее всего здесь мы имеем дело не с изменением климата. Никаких оснований думать, что какая-то волна тепла обрушилась на Ямал. Нет. Напротив, там на самом деле при изучении вот этих талых зон я вижу следы того, что некоторое время назад оттайка была глубже. Она там сохранилась. Зона оттайки была на глубине около трех метров. Когда это было, я не могу вам сказать, но это было. Это были более теплые времена на Земле и ничего страшного с ней не произошло. Вот. И сейчас мы не видим там существенного увеличения зоны оттайки и таких страшных процессов. Не знаю. Поэтому все-таки второе объяснение, что человек только сейчас начинает осваивать Ямал и натыкается на новое явление, которое раньше было но не было зафиксировано. Здесь почему эта воронка оказалась обнаружена? Потому что над этим местом четыре раза в день летает вертолет. Четыре. И то обнаружили не сразу. Но кроме того, представляется, вертолет летит, пилот видит объект такого рода. Он не имеет права не сесть, ничего. Он может кому-то доложить, может не доложить. Они потом говорили, мы такого много видели, как всегда. Поэтому, скорее всего, это все летало на Баваненкова. А если этот объект, кратер оказался в очень удачном положении, если он был чуть-чуть ближе к озеру, его бы затопило моментально. И мы бы его не увидели. Так и происходит с большинством потом зафиксированных объектов, потому что сегодня Сиаха такой был объект, который сразу затопило. И только наблюдения людей показали, что там было. Второй вопрос, который не дает мне покоя, это вопрос о том, может ли этот газ воспламениться. Такие наблюдения были. И я не знаю, как. Это я не могу пока объяснить. Ну, собственно говоря, на этом я заканчиваю свой сегодняшний доклад и представляю публикацию, которая была сделана в прошлом году. И призываю, если вам понравилось, там те же самые картинки в supplementary materials приложены. И примерно то, что я рассказывал, изложено, правда, короче, но на чужом языке. Ну, и как это расшаривайте в фейсбуке. Я вводу признателен. Поэтому здесь указан дои и адрес. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое.